Как ни крути, в одну серию все равно не влезает. Люди талантливой информации много. Делаем вторую. Давно ребята просят снять сюжет про самодельные камеры. Это будет отдельный фильм. Туда нужно много чего засунуть. Всяких разных изобретений. Но здесь подглядел хорошее Ярославль. Батарея топления закрыта вот такими металлическими листами. Это алюминиевые листы. Почему алюминиевые? Сейчас посмотрим полностью, как это выглядит. Батареи закрыты алюминиевыми листами. Они хорошую теплопроводность. Если я сейчас рукой трогаю, здесь порядка 40-50 градусов. Довольно-таки горячие эти листы. Самое главное, что нет пыли. Не оседает она на батареях. Как видите, камера такая чистенькая. Пластик на стенах. Здесь алюминий. Который передает тепло от батареи. Повторюсь, главная задача это, естественно, отсутствие пыли. Накопление ее на стенах. Еще одна вещь. Это потолочные фильтры. Все вы знаете, что стоят они немерено. Но здесь Игорь решил проблему очень просто. Взял вот эту ткань, которая продается в хозяйственных магазинах для грядок. Использует уже несколько лет. Стоит копейки. Ну, говорит, что работает хорошо. Ничего с нее не сыпется. Не знаю, не проверял. Но я ему верю. Если бы сыпалось, наверное, он ее бы не использовал. То есть в качестве потолочного фильтра используется просто обычная садоводческая, как правильно сказать, обычная садоводческая ткань. Ну, я не колхозник. Не знаю, что она дает в саду. Но ему в камере она дает чистый воздух. Во всяком случае, никаких бабочек, комаров, мошек нет. Тоже такое очень интересное решение неординарное. Ну, мы сейчас в таком домашнем сервисе. Поэтому здесь диван, подушка. Естественно, маляр должен отдыхать иногда. Но имеется такая картотека. В Советском Союзе их выбрасывали. То есть туда такие можно было в архивах встретить вещи. В библиотеках. Вот у Игоря здесь такую ему, наверное, отдали, я думаю, да? Просто где-то отдали. То есть наждачные бумаги, кружочки, наждачные бумаги другие. Сюда можно вставить бумажки. Будет все понятно, что там где-то чего лежит. Там инструмент. Ну, короче, вот так вот. То есть порядок и компактно все. То, что надо. Зачет Ярославль. Есть такое место, где по преданию ярославцев нужно кидать монетку и постараться попасть в ту чашку. Тогда будет счастье. Я сейчас сделаю три попытки. Посмотрим, будет счастье или нет. Короче, нифига у меня не получилось, но я и так счастливый. Поэтому все нормально у меня. Я не верю. Идем дальше. Есть город, который очень дорог нам. Он избавляет от тяжелых глубоких ран. Он с белыми стенами окружающих судьбей. Со сгибами дорог и множеством аллей. Отсюда и до края неба ты рядом. Где бы не был моя душа. С тобой я навсегда. Мой город Ярославль. Ты моя судьба. Вот такие получились два фильмика. Думаю, вам понравилось. В Ярославле есть что посмотреть. Мало того, есть кого посмотреть. То есть были на сервисах. Вы сами все увидели. Учимся хорошему. Автоистории Сергей Цветков. Прощаюсь с городом Ярославль. Здесь безумно красиво. Здесь безумно интересные люди. Милости просим в Ярославль. С вами Сергей Цветков. Автоистории. Пока.